всем привет добро пожаловать на канал виски панорама меня зовут дмитрий здесь я как всегда делюсь впечатлениями со своими друзьями единомышленниками как чаще всего дегустирую виски сегодня у нас виски обзор номер 188 и будем говорить сегодня о дистиллирии который я уже говорил один раз я делал обзор на виски этой дистиллирии и хочу продолжить поскольку у меня появилась такая возможность причем изначально я планировал сделать обзор сравнительный обзор двух релизов от этой дистиллирии один довольно возрастной релиз 21 один год выдержки и второй релиз этой же дистиллирии но от независимого ботлера именно забутылированном мастеров malt известный сайт на котором довольно часто покупаем виски британский сайт вот и они также на сегодняшний день являются независимым ботлерами и бутылируют свои какие-то релизы разных дистиллирий под своим брендом и чаще всего это релизы довольно качественные они берут в основном это релизы бочковой крепости в основном это релизы single cask то есть релиз ориентированная на таких людей как вы и я которые ценят качество виски но я две недели назад посетил своих друзей замечательных людей из виски клуба виски клуб израил так называемые володю борю и всех остальных членов этого замечательного заведения замечательного клуба и посетила их очередную юбилейную встречу а именно это было шестой юбилей клуба до этого я был на четвертом юбилей клуба вы может быть кто-то из вас смотрел выпуск я брал небольшое интервью володи у председателя клуба вот два года назад прошлом году они меня приглашали тоже но к сожалению у меня я не смог приехать на юбилейную встречу но в этом году у меня получилось и как всегда оттуда я привожу гостинцы которые накопились у меня накапливаются у них с каких-то встреч и им удается что-то оставлять мне встречу них проходит каждый месяц и в том наборе отливантов которые мне они дали я нашел еще вот такой отливан который тоже одессилили гленка адам и это такой довольно тоже от независимого боттлера от другого известного сайта который называется виски exchange тоже британского сайта два самых таких самых популярных и самых известных самых больших интернет-магазинов ну и не только интернет-магазинов виски exchange есть и обычные магазины в лондоне в частности я был в таком и релиз 26-летний от дистиллерий гленка адам тоже забутылирован специально для виски exchange и тоже он идет бочковой крепости 54 4 процента алкоголя поэтому я решил сделать такой тройной сравнительный обзор взять два довольно выдержанных релиза и один релиз помоложе но не менее интересный и сделать такой сравнительный обзор понимаю вы можете сказать что немножко не тактично наверное делать обзор виски шестилетнего и двадцати шестилетнего или там двадцати одного года это не совсем скажем такая тоже весовая категория но тут скорее сравнительный обзор официального и не официального релиза и в этом плане в этом контексте это я думаю мне во всяком случае это очень интересно и думаю вам будет интересно услышать мое мнение собственно немножко дистиллерий как всегда история у нас дистиллерия была основана в 1825 году джорджем купером дистиллерия у нас находится давайте собственно покажу где она у нас находится находится она у нас в восточном хайланде и находится она в местечке который называется брехен вот дистиллерия под номером 31 и рядом с такой дистиллерии соседская дистиллерия фаттер керрин дистиллерия была основана джорджем купером 1825 году на протяжении первых семидесяти лет как большинство дистиллерий шотландии подавляющее большинство я даже сказал меняла владельцев закрывалась консервировалась будь то в середине девятнадцатого века будь то начале двадцатого века будь то в периоды первой второй мировой войны тоже закрывалась дистиллерия по естественным причинам не по естественным причинам стоит отметить не буду перечислять всех владельцев дистиллерии я делал как я уже сказал обзор на виски этой дистиллерии а именно на релиз 15-летний официальный релиз от этой дистиллерии которым я тоже пару слов скажу чуть дальше и собственно дистиллерия закрывалась меняла владельцев не буду опять же акцентироваться на всех владельцев стоит отметить компанию которая называется хиром волкер и сыновья всем известная в середине двадцатого века которая в 1954 году покупает дистиллерию они же кстати в 1959 году производят реконструкцию а именно заменяют оборудование ставят два совершенно новых перегонных куба после реконструкции кстати такой человек такая компания как джордж баллентайн такой человек как джор баллентайн вы входит в общем-то список владельцев ли следствие в 1984 году покупается в 1987 году покупается такой компания как олай леонес которая впоследствии перестает такой довольно серьезно становится частью концерна олай домик и олай домик вы владеет дистиллерии до вплоть до 1000 точнее не владеют они производят виски на дистиллерии глинка нам до двухтысячного года двухтысячном году в связи с перепроизводством а виски номерова то есть теперь с перепроизводством виски на рынке дистиллерия консервируется не закрыл точь точнее она закрывается но они уничтожаются на просто консервируется и но к счастью простояла она не так долго за консервировано до 2003 года и в 2003 году начинается в общем-то я пускал новая эра дистиллерии поскольку олай домик продает дистиллерию такой компании как ангус данди ангус данди у нас является независимым боттлером блендером который в общем-то на рынке имеет очень большую историю довольно длинную историю более полувековую историю известен он также как производитель водки производитель джина вот но при этом эта компания которая владеет не не только на сегодняшний день дистиллерии глинка дома также на более известной дистиллерии как томминту и олай домик в 2003 году приобретают дистиллерию и тут же в 2005 году они начинают уже выпускать солодовые виски а надо отметить что до практически до 2005 года если не считать какие-то какие-то релизы специальные релизы какие-то релизы от независимых редкие релизы от независимых боттлеров какие-то там инкурационные релизы которые выпускались иногда как односолодовый или как солодовый напиток глинка дом не выпускался до этого практически никогда в основном шло все на нужды бленда выпускался такой тоже наверно известный может быть на территории объединенного королевства бленд как стёрт крему барли вот ну и соответственно в бленде всем известном бленде балан то есть глинка адам присутствовал и присутствует и сейчас собственно но после того как англс данди взяли руководство дистиллирию в свои руки они перезапускают дистиллирию и начинают меняют в общем-то политику до сих пор конечно же виски глинка дам дистиллии глинка нам идет на нужды блендов таких же как ballantines и есть у ангуса данди свои бленды несколько вот но при этом запускается сразу же причем практически через в 2005 году выпускается релиз 15-летний и на него я как раз делал обзор это был мой первый обзор на дистиллию глинка до глинка дам соответственно это запасы тот релиз 15-летний который был был вытащен выпущен в 2005 году естественно взят из запасов предыдущих владельцев олай домик вот но впоследствии на сегодняшний день мы имеем довольно обширную линейку официальных релизов был выпущен 2008 если я не ошибаюсь четырнадцатилетний двенадцатилетний четырнадцатилетний бочки из-под кириса лороса 15-летний продолжают выпускать 20 выпущено вот этот вот релиз 21 год выдержки ну и на сегодняшний день можно найти в лице независимых бортлер в глинган дам тоже в общем-то представлены видим два представителя здесь у нас что мы имеем на самой дистиллирии дистиллирия не такая же большая если честно дистиллирия имеет всего два перегонных куба на каждый перегонный куб это четырнадцать тысяч литров одинаково объема они кстати интересно обычно это первой перегонки бражный куб он обычно больше спиртовой чуть меньше но в общем то тут у нас одинаковые перегонные кубы что позволяет дистиллии глинг адам производить примерно 15 полтора миллиона простите полтора миллиона литров чистого алкоголя в год это не такие уже большие объемы по шотландским меркам но в принципе и не такие уже маленькие вот собственно давайте мы начнем дегустировать и поговорим отдельно о каждом релизе немножко пару слов во первых что у нас мы имеем здесь мы имеем здесь глинг адам 6 лет выдержки довольно молодой вы скажете да произведен он и ориентирован он чисто на людей которые ценят качество виски а именно у нас во первых очень информационно все указано здесь на этикетке у нас указан какой тип бочки это баррел это бочка из-под бурбона все шесть лет он стоял бочки из-под бурбона у нас указано когда он забутылирован это 19 сентября 2011 года точнее когда он продистиллирован когда он забутылирован это у нас 23 января 2018 года бутылка у нас кстати номер 4 из того количества бутылок которые были сделаны залиты из этой бочки и у нас самый интересный момент это его крепость у нас крепость которая 65 и 3 процента этим покажу это крепость 65 и 3 процента алкоголя я выведу ее на большой экран тоже это один из самых крепких виски это не самый крепкий виски который я пил но это один из самых крепких виски это в принципе то крепость которые заливают 60 примерно 67 как мы знаем более 70 градусов крепости производители в шотландии не заливают это обычная история 67 процентов алкоголя поскольку после 70 алкоголь уже может нанести вред самой бочки то есть уже бочка не будет бенефицировать от выстания она в общем-то от большой крепости ну как сказать портится что ли вот и давайте собственно нальем и потом я продолжу говорить про эти релизы нальем по чуть-чуть второй релиз у нас это официальный релиз это 21 год выдержки довольно возрастной виски это релиз который забутылирован без холодной фильтрации это релиз который имеет натуральный цвет посмотрите какой натуральный цвет и это релиз который забутылирован крепостью 46 процентов собственно что сделали ангус данди когда купили дистиллирию когда запустили линейку солодовых виски под под брендом гленк адам они начали выпускать во всех своих официальных релизах это всегда история с виски минимум 46 процентов алкоголя это всегда история без с натуральным цветом и это всегда история которая виски не проходит холодную фильтрацию и это очень радует то есть когда вы имеете дело с дистиллирии которая выпускает и ориентирована на ценители виски это всегда радует таких у нас дистиллирии появляется все больше и больше в шотландии тот же бруклади тот же spring bank который всегда проводил такую политику и у нас третий релиз от дистиллирии гленк адам опять же выпущен специально для независимого бортлера виски exchange и у нас он 26 лет выдержки и тоже имеет бочковую крепость 54 и 4 процента алкоголя и это самый возрастной из всех трех релизов надо отметить что надо отметить цвет у них практически у всех одинаковый несмотря на то что это шестилетний это 21 год выдержки и это 26 поскольку все эти релизы выдержаны именно в бочках из-под бурбона и как мы знаем бурбоновая бочка не дает такой насыщенный цвет как например хересная бочка или бочка из-под какого-то другого вина типа порта или всякие разные другие вина которые сегодня используют для финиширования или для выстаивания виски шотландии и не только в шотландии вот но и единственный момент я бы хотел уточнить готовясь к этому обзору в нескольких источниках я прочел что разную информацию где-то было сказано что это чисто бурбоновая история где-то было сказано что использовали в этом релизе официальном как бочки из-под бурбона так бочки из-под хереса какую-то часть бочек вообще на 10 лет гленка дым у нас в основном используется бочки из-под бурбона у нас есть бочки из-под хереса в основном из-под хереса И у нас дистиллерия глигокадом, как я знаю, еще использует бочки из-под порта. Тут противоречиво не знаю, но забегая вперед на дегустацию, скажу, что если тут и есть бочки из-под хереса, то влияние они оказали минимальное, поскольку в основном вся история, если мы берем вкусоароматическую историю, то она скорее здесь история именно долгого выстания в бочке из-под бурбона, в качественной бочке из-под бурбона. Давайте, собственно, начнем дегустировать, начнем с самого молодого. Сразу скажу, очень крепкий, это не сивушная спиритозность, но это такое, вы чувствуете спирт. Вы чувствуете алкогольную насыщенность сразу. Поэтому, но при этом это ни в коем случае нету никаких off notes здесь в этом виске, поэтому я сразу капну небольшую пару капель воды, поскольку это довольно крепкий. Развести его хотя бы до 55, может быть чуть больше, не знаю. Когда вы капаете воду, он сразу видоизменяется, я не скажу, что он сразу прям раскрывается, но он сразу видоизменяется. Он становится менее насыщенным, но при этом видна его глубина. При том, что он молодой виски, он довольно многогранный. Что у нас? Он очень насыщенный. У нас тропические фрукты. У нас, причем если мы берем тропические фрукты, это банан скорее какой-то. У нас какие-то насыщенные марципановые ноты. Марципаны шоколадные, может быть, такие, знаете, марципан в таком молочном шоколаде каком-то. У нас медовый оттенок есть. И у нас присутствует бочка. У нас дубильная тона тоже присутствует в этом виске. Он очень такой, я бы сказал, не то что агрессивный, но такой прям серьезный, серьезный товарищ. Давайте. О, здесь у нас идет другая история. Здесь у нас сразу же мы чувствуем фруктовость. Фруктовость, при этом это такая очень насыщенная фруктовость. Мы чувствуем глубину. И на контрасте сразу чувствуется возраст. Я бы не сказал, но если бы мне дали в слепой дегустации и попросили определить не возраст. Естественно, возраст определить очень сложно в слепой дегустации. Кто-то вам скажет, что это там нет проблем, то это ошибается. Но, зная, что это шотландский виски, зная всю его как бы подоплеку, я бы сказал, что это, конечно, более возрастной, чем этот. Вот на этом уровне примерно. Вау, это такая у него яблочная такая. Знаете, я тоже каплю, маленькую каплю, хотя считаю, что этот виски может, держит воду и хорошо держит воду. Как, в общем-то, большинство виски, которые выдержаны в бочках из бот-бурбона и имеют не минимальную крепость, они чаще всего принимают воду хорошо. И вода бенефицирует в таких виски в основном. Очень за редким-редким исключением. Когда мы берем хересную историю, это немножко другая история. Там можно очень легко некоторые виски утопить прямо в одной капле воды. У нас тут фрукты, причем тропические, это какой-то абрикос, это яблоки, какие-то запеченные яблоки, наверное. Это у нас карамель, это у нас, у него абсолютно точно есть ореховая составляющая, миндаль может быть даже какой-то. Ну, наверное, скорее всего миндаль, может быть фундук. И еще присутствует у нас, опять же, мед, как и в предыдущем. То есть вот эта вот медовая сладость, она присутствует. Но это, наверное, присуща все-таки бочкам из-под бурбона, вот эта вот медовая составляющая. Она, кстати, забегая вперед, присутствует и здесь тоже. И это еще, наверное, какая-то летняя нота, типа какой-то сено, сток сена, вот такая какая-то ассоциация у меня возникла. Замечательный нос, замечательный нос, абсолютно никаких off notes. И переходим мы к последнему, самому возрастному, что у нас здесь на носу, на ароматике. Вот тут, кстати, вот тут опять же надо капнуть. Почему? Потому что вот тут больше всего чувствуется, что он закрыт. Здесь, если мы имели историю с комплексным, но более-менее открытым напитком изначально, то тут у нас какая-то такая, знаете, закрытая история. А вот сейчас, вот сейчас она начинает открываться. Скажу еще сразу, забегая вперед, что и 21 год выдержки, и 6-летний, и 26 лет выдержки, все эти три релиза, им нужно время, чтобы открыться. Если сидеть с ними и дать им время, там, 20, полчаса, то вы почувствуете во всех трех историях, особенно в 21 год выдержки и в 26-летнем, такую комплексность, многогранность и обилие всевозможных вкусоароматических вещей, которые есть в этом виске, сразу не все так, ну, прочувствовать сразу очень сложно, надо дать ему время. Что у нас? У нас, опять же, ваниль, у нас фруктовый спектр, но при этом у нас тут еще присутствует и ягодный спектр. Самое, что интересное, если в этих двух мы как таковых ягод не чувствовали, то тут у нас присутствует ягодный спектр, причем это и какие-то красные ягоды, и какие-то такие летние, наверное, желтые ягоды, типа крыжовника, вот такой вот интересный оттенок. Крыжовник, причем красный, наверное, крыжовник, или можно даже белый кружовник, но такой, знаете, ягода, такая мясистая ягода. Опять же, это персик, это какой-то манго, это какой-то весь такой тропический, скорее, тропическая корзина фруктовая. Давайте, собственно, замечательный нос и здесь, и здесь. Здесь ему надо дать немножко воды. Вот сейчас на контрасте, самое, что интересное, после того, как я посидел с этим и с этим, пару минут, тут еще проявилась какая-то интересная нота дымок. Причем это не торф, не путать, торфа в помине нету, но это какой-то дымок, причем не зная, откуда он взялся. Дымок и самое, что интересно, какая-то копченость появилась. Причем эту копченость и вот этот дымок на заднем плане чувствуется только на контрасте с этими двумя. Отдельно, если вы будете сидеть с ним, вы вряд ли его почувствуете. Или, может быть, сказалось то, что я капнул водички. Давайте, собственно, попробуем на вкус. На вкус вот этот вот дымок и вот эта копченость выступает на первый план. Это такое агрессивно копченое какое-то... Вау! Это острые специи, это какой-то горький-горький-горький шоколад, это какая-то ореховая составляющая, и есть, наверное, какой-то медок и какая-то сладость, но это такая сладость, которая обрамлена специями какими-то. И на финише он очень-очень длинный. И такой реально мужской напиток, я бы сказал, наверное, сказывается все-таки его крепость очень сильная. И оценку я ему дам 87 из 100. Он абсолютно замечательный и абсолютно имеет место быть даже по сравнению с этими возрастными релизами. Давайте я глотну немножко водички. Освежу. Вот тут сейчас оно постояло еще несколько минут. Он еще более смягчился в своих ароматических нюансах. Это какая-то сиропность еще. вышла на передний план. Давайте, собственно, попробуем его. Естественно, крепость 46%, хотя это не минимальная крепость, она сказывается. И на контрасте с шестилетним он, конечно, сейчас воспринимается как будто я выпил какого-то компотика. При этом, то есть, если разбивать его на вкус и ароматику, то это какие-то, опять же, фруктовость, это какое-то сладко-медовость, это какая-то... Ему нужно время для раскрытия, но не рекомендую сидеть с ним и пробовать его в лоб в лоб с каким-то серьезным бочковым, потому что он на контрасте теряется. Именно во вкусе, не в аромате. В аромат у него абсолютно замечательный. Во вкусе он теряется, но если вы сидите отдельно над ним, то это совершенно другая история. И давайте, собственно, вот тише. А, оценка, соответственно. Оценку я ему поставлю 89 из 100, поскольку ароматически он, конечно, потрясающий. Вкус, если отдельно сидеть, заслуживает эту оценку. На контрасте немножко теряется, но тут ничего не поделать, что-то это естественное. И мы попробуем... Замечательный опять нанос. Не скажу, что что-то изменилось, но изменилось, знаете что? Посмотрите на... У него возникло вот это вот... Мутность, я бы сказал, этот так называемый скотч-мист появился. Вот это как раз та тема, почему производители виски для масс-маркета делают холодную фильтрацию. Потому что с добавлением воды или там кто-то добавляет лёд, появляется вот такая мутность. И объяснить человеку, который не особо пытается вникать, а просто пьёт алкоголь, потому что он хочет выпить алкоголь. Почему оно стало мутным? Поэтому для меня это показатель, естественно, качественный. Это, опять же, сладость. Очень такой он сладкий, сладко-тропический, какие-то тропические фрукты. Дубильная тона у него присутствует. И это при этом, я даже не могу разбить его на какие-то... Это какая-то такие тропические фрукты, тропическая корзина тропических фруктов. В общем-то, очень совпадает именно с запахом. Запах совпадает именно со вкусом. Вот это вот такая вот сбалансированность. То есть, замечательный баланс у него. У него практически те же ноты, которые присутствуют на нос, у него присутствуют на вкус. И финиш у него длинный и сладко-фруктовый. Ему я поставлю самую высокую оценку. 90 из 100. Но при этом скажу, что все три мне очень понравились. Все три виски замечательные. Все три виски, которые, я считаю, достойны того, чтобы их купить. Особенно учитывая их стоимость. И если мы уже говорим о стоимости, переходя к цене вопроса, то куплено было на Master of Malt, соответственно, за 60 фунтов стерлингов. Это примерно, если перевести на шекели, 207 шекелей. Что за такой качественный, крепкий 65,3% алкоголя, хорошая цена. Если переводить это на доллары, это 78 долларов. Или в рублях это около 5000 рублей, 4900, что-то такое я переводил. В Англии, опять же, этот же тоже был куплен в UK, если вы обратите внимание. Тоже на Master of Malt. И самое интересное, это один из тех случаев, когда у нас на сегодняшний день те вещи, которые можно купить в наших специализированных магазинах, они плюс-минус по цене, плюс-минус соответствуют британским ценам. Если есть там какие-то различия, иногда это даже в минус, иногда это в плюс, но они небольшие. Это один из тех случаев, когда перекос до сих пор большой, не знаю почему. Есть он у нас только в одной сети, продается он за 700 с чем-то шекелей, при этом в Англии он был куплен за 80 фунтов стерлингов, и в переводе на шекели это в два раза дешевле. То есть таких перекосов у нас сегодня практически нет. Очень жалко, что та компания, которая завезла, которая, кстати, имеет довольно хорошие цены, они почему-то оценили этот виски в два раза дороже, чем он стоит в Европе. И в России я нашел его на одном сайте за 5,5 тысяч рублей, что хорошая цена абсолютно для этого виски, но при этом его нет в наличии. Возможно, возможно, эта цена, которую дали этому виски, когда он был в наличии, а было это, может быть, год или два назад, и на сегодняшний день цены, наверное, уже изменились. И последний релиз у нас, специальный релиз, 26-летний релиз, от независимого Боттлера Whiskey Exchange, это стоил он в Англии 150 фунтов стерлингов, если перевести это на доллар, это примерно 195 долларов или около 12 тысяч рублей. Не нашел я его в России, не нашел я его, у нас, соответственно, его тоже нету. Вот, но это вот такая вот ценовая история. Это вот, в общем-то, то, что я вам хотел сказать. Следующий обзор я обязательно, скорее всего, это будет следующий обзор, поскольку мне нужно провести определенную работу, редактирование, поскольку я заснял нарезку со встречи виски-клуба, у меня довольно часто спрашивали именно про виски-клуб, как проходит, то есть я сделал уже один обзор, но это было такое чистое интервью перед встречей. Тут я немножко поснимал и хочу я сделать комбинированный обзор, поскольку я привез немножко виски именно одного релиза, который был на той встрече, и хочу сделать я такой комбинированный обзор и показать вам, как проходит вообще встреча виски-клуба, какой формат, небольшое интервью с председателем, и скомбинировать это как-то с обзором на один из тех релизов, которые были на этой юбилейной встрече. Вот это будет, скорее всего, мой следующий обзор. А вы самое главное пейте, правильно, пейте ответственно качественные напитки. Хотел сказать отдельное спасибо для любителей виски, которые смотрят меня в Самаре. Спасибо, ребята, что смотрите. Вам тоже большой привет, мой персональный, любители виски Самары, и спортом занимайтесь, самое главное. Мы с вами обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok